Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии. Алина Тилова. Смотрите в нашем выпуске. Риск ради лайка! Услышал глухой звук, а он побежал, показал помощь. Чем может обернуться погоня за эффектным селфи? Как решаются проблемы селян? Особенно в нашей республике это особо актуальная тема, потому что у нас аграрная республика. В Чигемском районе состоялось выездное заседание парламента республики. Новичков поддержали рублем. Кран был предоставлен в размере 276 тысяч. На что направляют эти средства предприниматели Баксанского района? Сегодня в Доме правительства КБР Юрий Коков встретился с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Павлом Астаховым, который находится в республике с рабочей поездкой. Обсуждены вопросы реализации госполитики в сфере защиты прав детей. Юрий Коков и Павел Астахов выразили общее мнение о необходимости продолжить усилия по социальной поддержке несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Перед встречей с главой республики Павел Астахов посетил школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Нартане, специализированный дом ребенка, детско-юношескую спортивно-адаптивную школу, детский социально-реабилитационный центр «Радуга» в Нальчике. Юрий Коков подписал ряд указов о кадровых назначениях в правительстве Кабардино-Балкарии. Первым заместителем председателя правительства назначен Муаед Дадов, ранее занимавший должность вице-премьера министра сельского хозяйства. Муаед Дадов – депутат парламента КБР 4-го и 5-го созывов, председатель комитета по науке и образованию. Возглавлял правление регионального отделения политической партии «Родина», руководил аппаратом бюро Совета регионального отделения «Справедливой России». Трудовую деятельность начал инженером Республиканского бюро технической инвентаризации, работал на различных руководящих должностях в сфере экономики в органах госвласти Кабардино-Балкарии. Награжден почетной грамотой КБР. Первым заместителем председателя правительства КБР, министром сельского хозяйства назначен Сергей Говоров, ранее занимавший должность главы администрации Прохладненского района. Сергей Говоров – заслуженный работник сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук. Избирался депутатом парламента КБР. Трудовую деятельность начал помощником тракториста колхоза имени Петровых. Работал агрономом, начальником управления сельского хозяйства Прохладненского района. Более 10 лет возглавлял колхоз имени Петровых. Также Юрий Коков подписал указ о назначении Татьяны Литовченко помощником главы Кабардино-Балкарии. О занимаемых должностей освобождены первый зампред правительства Юрий Альтудов и советник главы республики Анауар-Бий Суншев. Сегодня на сессии Совета местного самоуправления Терского района исполнение обязанностей главы администрации муниципалитета возложено на Владимира Болотокова. Свою трудовую деятельность новый руководитель Терского района начал в урожайном экономистом колхоза. Работал в системе высшего образования в налоговых органах. С 1998 года по нынешнее время занимал должность замуправляющего отделения Пенсионного фонда России по КБР. Награжден почетными грамотами парламента и правительства КБР. Максим Панагов от должности главы администрации освобожден согласно поданному в Совет местного самоуправления заявлению. Терский район он возглавлял более 20 лет. За многолетний добросовестный труд ему вручена благодарность главы Кабардино-Балкарии. Численность сельских жителей в Кабардино-Балкарии растет и эту тенденцию необходимо поддержать. Обдав сегодня заявила спикер Татьяна Егорова в Чигемском районе в ходе выездного заседания парламента республики. Законодатели встретились с местными властями и обсудили социальное развитие населенных пунктов. Подробнее Осман Казаков. Социальная инфраструктура и АПК – ключевые сферы, от развития которых реально зависит жизнь на селе – депутаты сегодня исследовали на примере населенных пунктов Чигемского района. Рабочую поездку начали с объектов образования. Осмотрели классы, библиотеку, пищеблок и спортзал 3-й школы 2-го Чигема. Условия для детей созданы, есть и определенные успехи в обучении. Доказательства – итоги единого госэкзамена в 2015-м. Из 13 стабальников взял на 2-й воду. О новых технологиях парламентариям рассказали в современном фруктохранилище. Вмещает оно одновременно 5000 тонн плодов. Объект полностью автоматизирован. Здесь у нас в контейнерах погружаются яблоки в воду. Это чтобы яблоки не бились. И водным потоком они проходят через линию. Они там моются, сушатся. Перспективы развития молочного животноводства в районе депутаты оценивали в одном из крупных специализированных комплексов. Здесь ежедневно получают порядка 17 тонн молока. Увиденное впечатляет, призналась по итогам поездки председатель парламента Татьяна Егорова. На сегодня большое значение уделяется развитию села. Вы понимаете, особенно в нашей республике это особо актуальная тема, потому что у нас аграрная республика. Я поняла, что нам нужно почаще бывать в районах и смотреть, как организуется жизнь, качество жизни сельского населения. Условия должны быть одинаково комфортными для всех, не зависимо от места проживания, подчеркнула спикер парламента уже на заседании. В сравнении с другими регионами страны в Кабардино-Балкаре темпы благоустройства сельских территорий достаточно высокий, отметил первый зам предправительства КБР Моя Дадов. Важнейшей задачей остается улучшение жилищных условий. В прошлом году республика не участвовала в мероприятиях по комплексному обустройству сельских населенных пунктов, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В этом году мы уже участвуем и в этом направлении. И в 2015 году в рамках программы «Улучшить жилищные условия» 58 сельских семей. В течение следующих двух лет эту цифру планируется довести до 740. Уже в этом году в республике намерены построить новые ФАПы, проложить около 9 километров газопроводных и 14 водопроводных сетей. Осман Казаков, Магомед Гадиев, Вести, Кабардино-Балкаре. Сегодня в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете стартовал ежегодный семинар совещаний деканов зоинженерных факультетов российских вузов. Обсуждают инновационные методы обучения студентов. Выработанные на форуме рекомендации помогут дальнейшему развитию отрасли животноводства, надеются его организаторы. Вопрос более чем актуален в условиях антироссийских экономических санкций. Страна сама может себя обеспечить продукцией животноводства, отметил ректор Кабардино-Балкарского аграрного университета Аслана Пажев. Но для практической реализации задач в области сельского хозяйства необходимо четко выверенная научно обоснованная программа. В первую очередь это касается подготовки соответствующих кадров. Все субъекты, хозяйствующие и организации, осуществляющие образовательную деятельность для агропромышленного комплекса республики, должны приложить все необходимые усилия для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, для решения стратегических поставленных задач по обеспечению импортозамещения сельскохозяйственной продукцией. Инновационные методы обучения специалисты называют стандартами третьего поколения. В процессе подготовки используются технологии, которые направлены на развитие профессиональных навыков у студентов. Их наставляют, как выделять главное, анализировать и уметь пользоваться полученными знаниями. Половина учебного времени отводится самостоятельной подготовке, но для того, чтобы она была качественной, отметили собравшиеся, должны быть созданы соответствующие условия. В этом и требуется помощь инновационных технологий. После теоретической части участники форума посетят факультеты ветеринарной медицины и биологии Аграрного университета. Всероссийский семинар совещания ученых-зоотехников продлится до завтра. В начале августа в Баксанском районе стартует конкурс на лучшую бизнес-идею. Как сообщили в местной администрации, на поддержку начинающих предпринимателей предполагается выделить 600 тысяч рублей. Сумма уже заложена в муниципальный бюджет. Средства молодые бизнесмены получат в виде грантов на организацию собственного дела. На сегодняшний день такие субсидии уже получили около 40 человек, на что потратили в сюжете Инны Богатыревой. Грант на развитие бизнеса Ляна Кунашева получила в прошлом году. Бизнес-проект включили в программу развития малого и среднего предпринимательства в Баксане. Благодаря субсидиям семейное дело, которое несколько лет назад пришлось закрыть из-за отсутствия средств, обрело второе дыхание. Муку мы уже заказали, скоро должны привезти. Как только муку доставят, начнем работу. Здесь мы будем делать выпечку. 17-18 ассортиментов. Если говорить о цехе, у нас все необходимое оборудование уже есть. Включай и работай. Здесь будем печь хлеб. 150 булок за один раз можно испечь. Помогает молодой женщине свекровь. Рогалики и домашний хлеб собираются печь исключительно по ее рецептам. Рецепт очень важен. Например, дрожжи должны быть высшего сорта. Для приготовления теста мы используем только наши российские. Все знают наш хлеб. Кантемир Пафифов грант направил на развитие животноводства. У предпринимателя сегодня около 10 коров. Уже налажены связи по реализации молока. Однако в этом деле есть свои трудности. По цене молочная продукция очень низкая. И мы не можем конкурировать с большим. Кто больше производит, мы с ними, соответственно, не сможем конкурировать. Однако мы хотим развивать данное направление и расширяться. Для этого мы за счет собственных средств отстроили вот это здание. И вложили туда немало средств. Также для кормового отстроили здание навеса. Расширение бизнеса требует дополнительных вливаний. О собственных средств недостаточно, говорит Пафифов. Планы нарушила нестабильная ситуация в стране. Предприниматель снова надеется на помощь государства. Уже подготовил новый проект для участия в госпрограмме. Первый и второй этап – это производство и дальнейшая переработка. В переработке, ну, важную, ну, как бы наиболее выгодным считается производство кисломолочной продукции. И, наверное, упор будем делать на это. Ну, как бы на начальных стадиях, потом всего будем набирать потихонечку весь ассортимент продукции. За последние несколько лет гранты на развитие собственного дела получили около полусотни жителей Баксана. В основном в программе участвует молодёжь, хотя возрастных ограничений нет, говорят в администрации. Желающих гораздо больше. Всё упирается в наличие средств. По принципу софинансирования происходит федеральные деньги, региональные и местные деньги. Сколько местный бюджет закладывает, какая сумма. И пропорционально там по коэффициенту софинансирования 20 на 80. И субсидируется местный бюджет. На этот год мы тоже планируем 600 тысяч выделить из местного бюджета. Новый конкурс местной администрации объявят уже через месяц. Государственная поддержка оказывается на два года. Ежеквартально в течение этого времени получатели должны отчитываться о реализации своих проектов. Инна Богатырёва, Марат Татруко, Вести, Кабардино-Балкария. Когда желание сделать уникальную фотографию становится причиной серьёзных бед. Согласно статистике, в 2015 году причиной гибели 50 человек по всему миру стало смертельное селфи. В разы выше число тех, кто в погоне за эффектными снимками получил серьёзные травмы. В Кабардино-Балкарии за минувшую неделю зафиксировано два таких случая. Проблема приняла такие масштабы, что МВД вынесло её обсуждение на всероссийскую видеоконференцию. Продолжит наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. Попытка сделать необычное фото для 15-летней Нальчанки обернулась трагедией. Девушка упала с пятого этажа в тот момент, когда хотела слезть с окна. Соседи рассказывают, всё произошло в половине 11 вечера. На крике выбежал сын жительницы многоэтажки Фатимы Мальбаховой. Он-то и нашёл подростка. Уже собирался выходить, услышал глухой звук, что-то упало. Выглянул в окно, лежит соседка, девочка. Ну и, естественно, он побежал, оказал помощь, помог в скорую погрузить. Ну, по словам этих девочек, вот сестру стали спрашивать другую, она сказала, что они фотографировались, как бы, это света, которая упала, она сидела на окне, а другая фотографировала. Вот селфи. Это селфи, которое никому не нужно. В результате падения у девушки переломан позвоночник. Она уже перенесла операцию и находится в больнице. Этот случай далеко не единственный. В целом по стране возросшее количество происшествий с любителями селфи заставило сотрудников МВД разработать памятку для тех, кто ради лайка своей впечатляющей фотографии в соцсетях готов рисковать жизнью. Сегодня Республиканское министерство внутренних дел принял участие во всероссийской видеоконференции, на которой речь шла о безопасном селфи. Новомодное увлечение создания автопортретов превратилось в серьезную угрозу, отметили участники. На днях в центре Москвы разбилась девушка, которая пыталась сфотографироваться на мосту. В Санкт-Петербурге погиб молодой парень. Он хотел запечатлеть себя на противопожарной лестнице. В Тульской области подросток буквально зажарился на высоковольтном столбе. В Ростове-на-Дону скончалась школьница, получившая травму во время фотосессии на железнодорожной цистерне. Каждый из этих случаев можно было предотвратить, отмечают специалисты. Проблему надо решать вместе с родителями. Мы планируем в летних оздоровительных лагерях провести профилактические мероприятия, лекции, беседы, конкурсы, викторины, чтобы дети знали, как правильно фотографироваться, чтобы не было у нас несчастных случаев. На сайте МВД России уже размещена памятка «Безопасное селфи». Здесь представлены пиктограммы, на которых изображены наиболее травмоопасные случаи создания селфи. Тем самым сотрудники правопорядка пытаются предостеречь граждан от неоправданного риска ради запоминающегося кадра. Продолжаем. Почти 80 нарушений правил охоты за первое полугодие. Таковы результаты рейдов, проведенных совместно с республиканским МВД, заявили сегодня в Минприроды Кабардино-Балкарии. Остро стоит вопрос уничтожения редких и находящихся под угрозой видов животных и растений. В ходе плановых проверок Департамента охоты выявлено 15 браконьеров. Кроме того, сначала Госохотнадзор выписал 35 протоколов за нарушение правил. Всего за отчетный период инспекторы выписали штрафов на 120 тысяч рублей. Больше половины из этой суммы уже взысканно. Три материала переданы правоохранительным органам. Из них по двум возбуждены уголовные дела, задержаны браконьеры. Сократилась численность косулей, серны, медведей. В связи с этим мы приняли решение. На основании этих данных подготовлен проект постановления правительства Кабардино-Балкарской республики по запрету охоты на оленей на всей территории Кабардино-Балкарской республики. Также всех видов охот в Майском районе и Белореченском охот-участке Нальчикского охот-хозяйства сроком на три года. Накануне одного из самых светлых и молодых праздников России Дня семьи, любви и верности Нальчикской мэрии по традиции вручили общественные награды. Дата в календаре появилась 6 лет назад по инициативе Светланы Медведевой. Первый вице-мэр столицы республики Анатолий Танконок и руководитель городского ЗАГСа Валентина Ширеева вручили медали с изображением белой ромашки и символа праздника 17 семья. Это люди, чей супружеский стаж превышает четверть века, достойно воспитавший двух и более детей. Среди награжденных супруги Демьяненко, правжившие вместе почти 55 лет. Медаль вручили семье Шурдумовых, они тоже больше полувека вместе. Как говорят супруги, не представляют себя друг без друга. Валентина до сих пор вспоминает, как в начале супружеской жизни муж принес ей огромный букет ромашек. Вот прошло много-много лет, а у меня до сих пор те ромашки в памяти. Ой, что-то я разумевалась. Награждение в столичной мэрии стало уже традиционным. Медаль общественная была учреждена оргкомитетом по празднованию Дня семьи, любви и верности в 2008 году. Далее прогноз погоды и на этом у меня все. Всего доброго и до встречи. Даже солнце не затмит вас. В салоне «Ленароптик» представлена новая потрясающая коллекция солнцезащитных очков 2015 года. Для него. По информации метеоцентра ФОБОС, завтра в республике ожидаются грозовые дожди. Температура повысится. В Зольском районе облачно и небольшие осадки, плюс 25. В горах пасмурно, дожди. У подножия Эльбруса 14 тепла, ночью плюс 7. В пасмурной Эфтернаузе, грозы, плюс 22. Дожди прольются над Баксаном, Чигемом и Нерткалой. Столбик термометра поднимается до 30 градусной отметки. Облачно в прохладном Имайском, до 32 тепла, осадки. В Терском до 33 и Лескенском 25 тепла. В Кашхатау дожди с грозами, воздух прогреется до плюс 26. Плюс 29 в Нальчике, по-прежнему облачно. Ночью с прояснениями и плюс 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова